В Билибино устраняют последствия стихии. Накануне из-за обильных дождей там вышла из берегов река Корольвея и подступила к жилым домам. К вечеру 25 июля в городе Атомщиков объявили режим чрезвычайной ситуации. Но сегодня большая вода уходит и город возвращается к привычной жизни. Вчера вода в этом дворе достигала уровня, ну скажем так, по ручку данной двери. Сегодня водичка спала. Стихия отступает. В Билибино уходит большая вода. Она пришла накануне вместе с проливным дождем, который сбросил на город двухмесячную норму осадков. Впервые за последние десятилетия из берегов вышла небольшая река Корольвея и подступила к жилым домам. Но сегодня дождь остановился. Уровень воды на подтопленных участках упал сразу на 40 сантиметров. За сутки уровень воды упал на 40 сантиметров и составляет на придомовых территориях. Остается подтоплено 7 придомовых территорий. И уровень воды там достигает до 7 сантиметров. Гребень волны прошел, разлив приостановился. Идет уровень на спад. То есть мы ожидаем, что в ближайшие сутки обстановка вся нормализуется. За время удара стихии в Билибино из жилых домов было эвакуировано 57 человек. В том числе 8 детей и 2 маломобильных гражданина. Эвакуация людей вон с того дома. Поступил вызов сейчас. В местной школе развернули пункт временного размещения. Но уже сегодня там пусто. Жители разошлись по родственникам и знакомым. А специалисты городских служб активно устраняют последствия подтопления. В городе в штатном режиме уже работает водоснабжение. Есть связь. Постепенно подключается электроэнергия в пострадавшем от воды микрорайоне. У нас на сегодняшний день отключены 3 многоквартирных дома. 5 частных. 1 многоквартирный дом в центре города. И сейчас специалисты, управляющие компании, администрации и северных сетей делают обход и определяют возможность включения электроэнергии. Каждый час информацию о ситуации в Билибино глава района докладывает губернатору округа. Владислав Кузнецов сегодня возглавил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые контролируют развитие событий и устранение последствий. Ситуация контролируемая. Мне каждый час докладывают об обстановке. Уровень воды снизился практически до нормального. Пострадавших нет. Это главное. За медицинской помощью жители не обращались. Основные силы в Билибино сейчас направлены на восстановление моста через реку. Его повредило сильнейшее течение, которое несло бревна, железные конструкции и даже машины. Как только работы завершатся, по этому мосту пойдет коммунальная техника. Мусоровозы, автоцистерны. Спецтехника работает и на автодороге из Билибино в поселок Кипервеем, где находится районный аэропорт. Длина дороги 32 километра. На сегодняшний день, по оценке Билибинского дорожно-ремонтно-строительного управления, подтоплено порядка 10 километров дороги. Работы сейчас ведутся там. Работает три самослава, экскаватор, бульдозер. В случае необходимости увеличим количество автомобилей, чтобы ускорить разрешение этих работ. Надеюсь, в понедельник мы уже какую-то дорогу сделаем, как минимум для автомобилей с высокой проходимостью. Работа аэропорта Кипервеем приостановлена на ближайшие три дня. До понедельника отложены три рейса из Магадана, которые должны были прибыть сегодня. Как отметил глава региона, главное – это безопасность жителей. Сейчас в Билибино уже приступают и к оценке ущерба. Всем жителям будет оказана необходимая поддержка. Из окружного бюджета будут выделены средства для возмещения ущерба. С каждым будем отрабатывать индивидуально. В понедельник в Билибино должна отправиться рабочая группа правительства округа, чтобы оценить ситуацию. По прогнозам синоптиков, дождя в ближайшее время в Билибино не будет. Значит, природа даст время завершить восстановительные работы и проанализировать причины чрезвычайной ситуации, чтобы она не повторилась в будущем. Вероника Токмачева, Арсений Гусев, Максим Удовенко, Вести, Чукотка.